Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Арракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале, и сегодня мы с вами поговорим о несправедливых ситуациях в торговых центрах. Как вы знаете, несправедливые ситуации происходят с каждым человеком, и, естественно, с подписчиками, с моими, то есть с вами, которые поделились со мной этими историями в директе в Инстаграме. Пользуясь случаем, обязательно подписывайтесь, ник вы сейчас видите на своих экранах. В свой Инстаграм я выкладываю просто дофига всего интересного, там совсем скоро должно стукнуть 2 миллиона 300 тысяч подписчиков. Давайте всеми усилиями вместе соберем это число. Я вам безумно благодарна за то, что вы есть, спасибо вам большое за то, что вы мне пишете все эти истории и делитесь ими со мной. Для меня это большая честь, спасибо вам большое. Сегодня я поделюсь с вами как раз-таки этими самыми ситуациями, несправедливыми из торговых центров. У меня есть три ситуации, которыми поделились мои подписчики, в том числе и мальчик. Обычно я рассказываю истории девчонок, а тут еще и мальчик со мной поделился историей, которая тоже повергла меня, так сказать, в такой нормальный шок. Сегодня мы с вами это все обсудим, на все темы поговорим. А вы пока в свою очередь делитесь ниже в комментариях своими историями несправедливыми в торговых центрах. Сто процентов вы сталкивались с какими-то неадекватными охранниками или продавщицами, которые вели себя как-то непонятно. Опять же, этой историей я сегодня тоже с вами поделюсь. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Я сегодня с такими двумя миленькими косичками. И нажимайте на колокольчик обязательно, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Ну а я со своими двумя прекрасными косичками желаю вам приятного просмотра и мы можем начинать. Поехали! Этой историей со мной поделилась моя подписчица Маша, которая вместе со своей сестрой однажды решила пойти в кинотеатр посмотреть фильм. Сама по себе Маша выглядела, ну, обычно, как обычная девчонка, которой лет 15, и которая просто решила пойти погулять со своей младшей сестрой. Из-за того, что родителей якобы не было рядом, один прекрасный молодой человек решил позволить себе чуть-чуть больше, чем должен позволять незнакомый человек по отношению к тем или иным людям. Маша и сестреночка пошли в то самое место, где зона кинотеатра, где все смотрят фильмы. Там же перед кино обязательно каждый человек может что-нибудь взять, прикупить себе в кинотеатр, там покушать попкорн, чипсы, мороженое, что-нибудь попить из напитков, какие-то подарочки, которые на стаканчики надеваются из любимых персонажей в каких-либо фильмах. Ну и, соответственно, в эту кассу была такая достаточно большая очередь. Маша вместе со своей сестренкой встали в эту очередь и обратили внимание на то, что присутствует очень странный молодой человек за ними, который встал буквально через две минутки в очередь рядом с ними, и он начинает ворчать, разговаривать с ними, а-ля говорить. Я вот не понимаю, почему вторая касса не работает, я не могу понять, почему люди обязаны в такой большой очереди стоять. Сейчас бы все люди разделились на две части, если бы работала первая касса, а там типа работала одна касса, и вторая была нерабочая. И этот мужчина начал высказывать все этой девочке Маше. Хотя она стоит со своей сестренкой, как бы не вдупляет, что вообще это она, что ли, виновата в этой ситуации или что. Этот мужчина прям видно, что был всем недоволен, он тоже был со своей дочкой, с маленькой-маленькой дочкой, которая была прям в коляске. Очень странно, наверное, это был отец-одиночка, который не знал, как правильно воспитывать детей, или что в этот момент, короче, происходит самое интересное. Сестренка начала плакать ни с того ни с сего, и просто у Маши просить мороженое, типа, Машенька, я хочу мороженого, пожалуйста, купи мороженое. А на улице была зима, чтобы вы понимали, очень холодно, и обычно зимой, тем более детям, не разрешают кушать мороженое, по причине того, что они могут заболеть, у детишек же слабый иммунитет, как бы это понятно. И Маша отвечает своей сестренке перед всеми людьми, типа, Слушай, сейчас нельзя, сейчас мороженое кушают только дураки. Маша начала уже немножечко успокаиваться, потому что увидела там другие игрушечки, которые продавались, попкорна. Маша говорит, сейчас я тебе что-нибудь повкуснее куплю, и в этот момент впрягается в очереди стоявший вот этот мужчина, который начинает залечивать им, типа, Девушка, вы понимаете, что как бы вот так детей не воспитывают? Ребенку 15-летнему вот так говорить. Детям нужно давать все, что они хотят, иначе потом они вырастут, им будет многого не хватать. Маша стоит, кивает, ну как бы зачем-то со взрослым мужиком, тем более таким строгим, спорить, не дай бог он там что-то сделает вообще. Ну и в итоге все, доходит очередь до Машеньки с ее сестренкой, они покупают попкорн и мармеладки, сестренка Маша уже успокоилась, ей уже стало пофиг на это мороженое, а мужчина все это время что-то бормотал себе под нос и говорил, что так детей не воспитывают, не говорят, что те люди, которые жрут якобы мороженое, сейчас дураки, нельзя себя так вести. Просто разозрился уже на Машу, Маша уже боялась, думает, господи, поскорей бы купить билеты и зайти в кинотеатр, чтобы этот мужчина от меня отстал. И в итоге они покупают все, что нужно для кино, уже подходят практически к самому залу, в этот момент мужчина покупает мороженое и несет, короче, этой девочке, маленькой сестренке Маши, и говорит, вот, я купил ей сам мороженое, вы больше так детей плохо не воспитываете, а то, видно, и вас родители плохо воспитали, типа, пускай ребенок покушает мороженое. Я бы на месте Маши просто бы охренела, это каким нужно быть неадекватным человеком, чтобы влезть в чужую жизнь? Так и представьте себе, ребенок-то маленький, вот что значит правильное воспитание. Она не приняла у этого незнакомца мороженое из рук, она вот так вот стоит, как бы ей 8 лет, и она понимает прекрасно, что у незнакомого человека брать мороженое это абсурд. Типа, так нельзя делать у незнакомых людей брать какие-то вкуснятины, ну, типа сладости. Нам же всем с детства, ребятки, родители говорили, что никогда, даже если к тебе подойдет там незнакомый мужчина и предложит конфетку, не садись с ним ни в какую машину, не подходи и, типа, отказывай. Этот мужчина выглядел реально так, как человек, который мог бы спокойно украсть этих двух девчонок, что Машу 15-летнюю, что ее младшую сестру, и именно поэтому, как бы, произошла вот такая ситуация. Ребенок не принял мороженое, он говорит, ну и ладно, типа, черт с вами, и он просто взял и ушел. Представьте, насколько обезбашенный человек, у которого нету мыслей, типа, лезть в чужую жизнь, типа, решать и покупать мороженое ребенку, которому старшая сестра и так не разрешила кушать, по причине ее плохого низкого иммунитета. То есть, если бы она зимой, ребенок этот скушала мороженку, она бы заболела. Какой иммунитет может быть у детей? И, типа, я реально в шоке с этой ситуацией. Обязательно напишите ниже в комментариях, что вы думаете по поводу этой истории, потому что, ну, я сейчас, если честно, ну, типа, в самом настоящем шоке нахожусь. Маш, спасибо тебе большое, что поделилась со мной этой историей. О, это, конечно, трэш. А я приступаю ко второй истории. И, кстати, этой истории со мной поделился подписчик Паша, о котором я как раз-таки вам рассказывала в самом начале. Ну, а теперь, в свою очередь, хочу рассказать вам про платформу 20идей.ру, на которую я недавно наткнулась. На этой платформе собраны идеи инициативного деятеля Давыдова Дмитрия, с которыми вы, в свою очередь, можете ознакомиться в открытом доступе. Эти идеи не направлены на чьи-либо частные интересы, не преследуют политических целей, не являются пропагандой или агитационным материалом. Предложения предназначены для тех, кто неравнодушен к процветению и развитию нашей страны. Переходите по ссылке в описании, чтобы прочитать классные идеи по улучшению нашей страны. Паша впервые за месяц, наконец-то, решил устроить себе шопинг. Он прям так и написал мне в сообщениях, то, что он собирался пойти в его любимый магазин и купить очень много себе одежды. То есть, там, на лето. Это как раз-таки история произошла вот буквально несколько дней назад, потому что вот я буквально вчера перелистывала свои сообщения в директе и выбирала истории для сегодняшнего ролика. Ну и вот, он рассказывает, что буквально две недели назад он в этом магазине выбирал себе одежду, у него были полные руки, как бы дофига одежды. Жалко, что в Заре даже нету, как их, корзин для шмоток, потому что я обычно, если тоже захожу в Зару, то я очень много всего покупаю, потому что там классика. Типа, там нормальные футболки, можно какие-то найти шорты, присмотреть, скини-джинсы у меня всегда оттуда, если я какие-то ношу. В общем, все там есть. И этот мальчик в таком мужском отделе с Зарой, вы же понимаете, да, что в Заре, типа, разделяется женская Зара и мужская Зара. Паша был в мужской Заре, и там он увидел уже, когда поднабрал так нормально вещей, и таскал на руках маленькую, миленькую старушечку, которая подбирала себе футболку около получаса. Все время, что находился Паша в магазине, эта старушка выбирала себе футболочку, большого размера, большого, мужскую, и смотрела на ценник, и, типа, оглядывалась, постоянно смотрела на людей. Паша сразу обратил на нее внимание, типа, бедная старушечка не может себе даже подобрать одежду, она там ничего не видела, приглядывалась, сколько что стоит. Люди мимо этой старушечки проходили, она спрашивала у них, типа, подскажите, пожалуйста, цену, а то я не могу увидеть. Подскажите, пожалуйста, эта футболка мне по размеру, как вы считаете? Просто я до примерочной не дойду, я не хочу там ничего мерить, большая очередь. В общем, старушечка очень миленькая, очень добренькая, и Паша сразу же обратил на нее внимание, но у него было много вещей, и он уже собирался вот идти в примерочную мерить вещи, у него уже там 9 вещей, максимальное, по-моему, количество, или нет, или 6, в общем, дофига. И он вот так их держит в руке, и эта старушечка уже идет на кассу, еле как перебирается, идет на кассу, и Паша решил ей сделать приятный подарочек, и оплатить ей эту футболку. В общем, эта старушка стоит на кассе, к ней подходит Паша, и говорит, давайте я оплачу, типа, за вас футболку, вы очень миленькая женщина, я хочу, чтобы эту футболку я подарил вам, чтобы вы обо мне вспоминали, что вот такой вот хороший парень, а-ля, сделал вам приятный подарок, то, что вы так долго выбирали, и еще эта футболочка вам досталась бесплатно. Эта старушка такая сразу же поменяла выражение лица, сразу же стала такая, типа, поняли, вот такая была старушечка зажатая, а потом такая, да, ты хочешь оплатить? Ну, хорошо, оплачивай. Паша офигел, типа, как будто бы это какая-то мошенница, которая сразу, типа, выпрямила вот так вот. Спину сразу же стала такая добрая, и нифига не старенькая старушка, уже нормальная просто женщина в возрасте. Оп, вот так выпрямилась, я бы охраняла, типа, будучи на месте Паши. И он оплачивает футболку и говорит, пожалуйста, типа, носите на здоровье. И происходит такая ситуация, что эта старушка говорит, а, дорогой мой, я искала тех добрых людей, которые бы оплатили мне вещи. Я целый день сегодня стояла и ждала, когда ко мне подойдет человек, у которого доброе сердце, который захочет мне оплатить футболку. Я женщина с достатком, у меня достаточно богатая семья была. Я сама по себе достаточно богатая. У тебя как раз, я смотрю, много вещей, поэтому давай я тебе их оплачу. Вот это я понимаю, конечно, мальчик хотел оплатить вещь бабушке, он ее оплатил, но при этом бабушка резко превратилась в женщину, выправив вот так вот спину, и говорит ему, все, я оплачу за тебя все твои шмотки. Паша офигел, как бы, она его реально стояла, ждала около примерочной, реально пошла и оплатила ему вещи. Он сначала говорил, нет-нет-нет, извините, типа, это я вам оплатил, мне не нужно ничего оплачивать. Она говорит, я специально искала, типа, человека, которому бы я смогла оплатить вот так вот вещи. И прикиньте, ребят, я бы просто охренела. Типа, я хотела бы сделать добрый поступок, да, и тут мне какая-то женщина говорит, все, я тебе сама оплачу все вещи. Вообще, это чем-то похоже на меня, когда я там смотрю каких-то добреньких людей, им что-то оплачиваю просто так. Но тут эта женщина решила, как бы, просто сделать вот такой вот добрый поступок, и доброму человеку тем же ответить. То есть, тоже ответить добром. Это очень круто, я считаю. Но это как бы ситуация, я бы ее тоже отнесла к несправедливой, именно поэтому я сейчас рассказываю ее в этом видео. Почему? Потому что, ну, это как бы странно, когда сначала парень пожилой бабуля решила оплатить вещь, потом эта бабуля превратилась в женщину резко, и такая, типа, я оплачу тебе шмотки. Это мне кажется чуть-чуть несправедливо. А вы как считаете? Напишите ниже в комментариях. Ну и настало время поделиться с вами последней, третьей историей, и ею со мной поделилась моя подписчица Вика, которая пошла покупать новый чехол в стенде торгового центра. Знаете, вот торговый центр, и посреди торгового центра обычно стоят такие стенды, где продают всякие чехольчики на iPhone, всякие чехольчики на Apple Watch, и вообще браслетики такие специальные. В общем, такой стенд. И туда пошла моя подписчица Вика покупать себе новый чехол, на который накопила с помощью ее родителей чехол Сваровский. Вот, кстати, как у меня, видите, у меня чехол Сваровский, на нем камушки такие прям офигенные Сваровский, и он очень хорошо переливается прям. Я обожаю все товары, которые вообще связаны с камушками Сваровский, они такие крутые. Это не реклама, если что. У меня, кстати, вот на футболочке тоже камушки Сваровский. Так, к слову. Вот, и она пошла покупать, в общем, себе чехол. И около этого стенда находились трое мальчиков. Каких-то такие странные мальчики, реально очень странно себя вели, стоят такие у этого стенда. И Вика поняла, что эти мальчики, они хотят украсть чехлы, просто взять эти чехлы и забрать себе, так сказать. То есть эта девочка наблюдает за ними, Вика, и понимает, что один берет, короче, чехол, пока та девушка не видит и находится внутри этого стенда. Понятно, там сидит в телефоне и так далее. Эти мальчики берут, короче, первый берет и в задний карман штанов пихает себе, короче, чехол. Второй мальчик такой, типа, тихо, и берет, пихает, короче, чехол от наушников, аирподсов старых. Вот так вот себе чехол, вот так вот в карман. И эта девушка, которая продавщица работала там, она как бы сделала вид, что она не увидела. Ну, почему сделала вид, сейчас я вам расскажу. Она сидит и как бы делает вид, что сидит в телефоне и не обращает внимания, как эти мальчики с разных сторон просто тылят вещи. А Вика, она сама по себе не взрослая, то есть ей 12 лет, она поделилась со мной этой историей, она как ребенок как бы, который явно не скажет никому, что вон там мальчики воруют. Она сама, типа, отойдет, скажет, типа, все, понятно, ладно, я отойду, типа, от греха подальше, вдруг на меня еще что-то подумают. Но в итоге не тут-то было. Вика оказалась смелее, чем подумали эти мальчики, чем подумала еще и продавщица. И в итоге эта девочка говорит, слушайте, просите, пожалуйста, но вот эти вот мальчики, которые на той стороне стенда стоят, они крадут у вас чехлы с наушниками. Я не хочу, чтобы вы подумали на меня, если вы заметите, поэтому, пожалуйста, остановите их, типа, они воруют. В этот момент мальчики, которые тырили все эти чехлы и наушники, они вот так вот уставились, услышали то, что Вика решила пожаловаться, встали и смотрят, короче, на эту продавщицу и пытаются просто резко как-то смыться. И эта продавщица говорит мальчикам, типа, все, ребят, идите, идите, типа, я вас отпускаю. Вика стоит в шоке, типа, что происходит, и эта продавщица ей говорит, прости, пожалуйста, мы просто из бедной семьи, а это мои сыновья. Я бы очень хотела, чтобы у них тоже появились новые чехлы, поэтому я сделала вид, что не заметила, как они их воруют. Ну, как бы, это максимально несправедливая ситуация, ребят, для меня лично точно, потому что, ну, я была в шоке, реально, когда узнала, услышала эту историю, как бы, мальчики, которые воровали вещи, оказывается, это все было подстроено, и девушка это специально делала вид, что якобы не видит, как мальчики воруют, чтобы они украли, и потом просто оставили себе неоплаченные товары, хотя за них обычно, типа, просят возместить деньги, да, там, работники, главные этих всяких стендов, администраторы, которые, там, обращают внимание, что что-то было утеряно, и не уследили. Я не знаю, как вообще, ребят, это все устроено, но на самом деле, я была в шоке от произошедшей этой ситуации, так что, вот такие вот дела, я поделилась с вами тремя историями, от которых я была в шоке, какая история вам понравилась больше всего, напишите ниже в комментариях, лично мне первая, я бы офигела от этого дедушки, просто охреневшего, если бы он ко мне вот так подошел, я была в шоке, в общем, спасибо вам большое за просмотр этого видео, с вами была Карина Аракеля, не забывайте делиться своими историями в директ в инстаграме, ник вы сейчас видите на своих экранах, обязательно подписывайтесь, потому что туда я выкладываю очень много всего интересного, поэтому, ребятки, делимся, подписываемся на мой инстаграм, добиваем мне 2 миллиона 300 тысяч подписчиков, если этот ролик наберет 10 тысяч лайков, то я сразу же выпускаю вторую часть видоса, а я вам говорю большое спасибо за просмотр этого ролика, всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok